Планетарий в Сочи расположен в Адлерском курортном городке. С недавних же пор по школам и детским садам стал перемещаться вот такой мобильный электронно-цифровой планетарий. Возможность увидеть звезды и космические явления на искусственном небе сегодня предоставилась младшеклассникам 5-й гимназии. В таком передвижном планетарии, оснащенном всем необходимым для путешествия в космос, помещается порядка 50 человек. Устройство Солнечной системы, что такое черные дыры, Млечный путь, астероиды, название планеты спутника – это и многое другое сегодня рассказал ребятам бывший военный летчик, который, выйдя на пенсию, не смог до конца проститься с небом. По ходу действия я задаю вопросы. Какая планета первая? Какие особенности? Какая вторая? То есть здесь материал поставлен таким образом, что сначала идет рассказ, потом идут вопросы, потом идет закрепление, а в конце еще повторение. Фактически, да, звездный урок. Я думаю, вот эти вот эмоции, вот эта радость детская, да, и то, что можешь поделиться какими-то знаниями, этого стоит, чтобы этим заниматься. Чтобы поход в планетарий не совсем уж напоминал ребятам школьный урок, здесь они катаются на американских горках, путешествуют в пространстве и времени, смотрят, какой была планета 65 миллионов лет назад. Мне очень понравилось, потому что тут очень было прикольно, когда мы смотрели, когда мы летели на ракетах. А мне понравилось, когда мы на американских гонках были. Нам понравилось, как мы в полете летали, мне очень понравилось. Ну, чувствовали прям. Кстати, 15 марта отмечается Международный день планетариев. Несмотря на то, что выпадает он на воскресенье, сочинский планетарий снова развернет свое звездное небо, чтобы реализовать цели праздника, главный из которых – пропаганда астрономических знаний. Инга Кабеша, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.